здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин с нами на связи по скайпу из москвы востоковед аналитик нефтегазового рынка михаил крутихин здравствуйте михаил добрый день на днях то есть уже не на днях а уже несколько недель прошло как израиль подписал договор о мире и сотрудничестве с аром с объединенными арабскими эмиратами и в рамках этого договора были подпи был подписан еще пакет различных соглашений и едва ли не центральным из них называют намерение эмиратов поставлять нефть в израиль и как говорится возможно и дальше начнем сначала с израиля на ваш взгляд вот то что крупнейшая одна из крупнейших арабских стран долгое время мягко говоря не дружившие с израилем теперь не только будет с ним возможно дружить как говорят в израиле все-таки добавляю возможно но и покроет его необходимости нашей стороны в нефти это можно причислить к значительному событию вот во всей этой нефтяной отрасли да я думаю что это действительно очень серьезно это большое дело у израиля накоплен был очень хороший опыт использования этого маршрута между эйлатом и ашкелоном не только для транзита нефти в сторону средиземного моря и дальше в европу но и для получения нефти для собственных нужд десять лет работал этот нефтепровод шестьдесят девятого по семьдесят девятый год и израиль по нему получал вполне достаточно нефти там за год примерно 3 миллиона тонн получалось для внутренних нужд это была замечательная сделка выгодная и поставщикам нефти и покупателям нефти в южной европе и израилю скажите пожалуйста до сих пор как считается нужды израиля в нефти обеспечивал азербайджан значительной степени россия было еще не баб несколько небольших поставок на ваш взгляд если израиль сейчас полностью переключиться на нефть из арабских эмиратов не сложится ли ситуация что наша страна поставит себя в прямую зависимость от этих поставок и в случае изменения отношений а такое в современном мире запросто может быть окажется заложником этой ситуации но обычно в бизнесе распределяют каким-то образом риски и организовать монопольную зависимость от поставщика монопсонию так называемую я думаю что нет никакого смысла стоило бы получать нефти из разных источников диверсифицировать эти источники и выбирать там где есть выгода и там где нет риска но напороться на неожиданность и на неприятность я думаю дополнительный источник нефти для израиля вполне не помешает это только укрепит его энергетическую безопасность есть еще один момент который не очень комментирует эксперты не потому что это они не хотят или не могут а просто нет достаточной информации речь идет о том что каких-то оговорках приложениях к этому соглашению говорится о том что нефть будет поставляться не только в израиль но и другие страны средиземноморья а может быть и в европу о чем на ваш взгляд идет речь ну это естественно южная европа поскольку в северной африке нет никакой нужды импортировать нефть и нефтепродукты и поэтому скорее всего это будет обыкновенный и очень хороший транзитный маршрут это будет замечать для поставщиков нефти из ближнего востока из персидского залива очень выгодно будет дополнительно к двум маршрутам в сторону средиземного моря добавить еще и третий маршрут два маршрута это суэцкий канал где при довольно дорого проходить его танкером и второе это нефтепровод сумед египетский нефтепровод между точкой айнсох на около суэца и к западу от александрии есть терминал и вот поэтому нефтепровода вполне достаточно нефти прокачивается в обход суэцкого канала и газа нефтепровод эйлат ашкелон может служить очень хорошим дополнением и для получателей нефти в европе и для отправителей и из персидского залива скажите пожалуйста на ваш взгляд вся эта история вот вся эта нефтяная скажем так и для краткости история она больше про экономику или про политику или про то и другое и чего здесь на ваш взгляд больше спрашиваю вот почему в тех небольших небольшого количества комментариях которые давали эксперты по поводу это поставки некоторые из них отмечали что вот это вот поставки через израиль в европу и страны среди земноморья как они писали могут огорчить египет россию турцию и азербайджан поэтому в моем вопросе 2 еще раз говорю это больше про экономику и политику это раз и почему именно эти страны должны быть огорчиться от этой истории ну во первых это нефть попадет на тот же самый рынок куда россия и азербайджан поставляют свою нефть ну да там разные сорта азербайджанская легкая нефть более тяжелая и сернистая нефть из россии но тем не менее смесь арабских сортов может конкурировать и может заменить нефть из азербайджана и россии так что здесь понятно турция до турции получает неплохой доход от того что она пропускает через свою территорию во первых через проливы босфор дарданеллы танкеры пропускает средиземное море из черного там казахстанская нефть российская нефть там нефть азербайджана и второе она пропускает нефть из азербайджана через нефтепровод баку тбилиси джейхан джейхан это турецкий порт который от гру он будет теперь конкурировать с ашкелоном или ашкелон будет конкурировать с джейханом так что ну лишние конкуренции конечно должна беспокоить турцию а вопрос про политику и экономику что здесь чего больше думаю что все таки экономики больше и но конечно если какая-то страна командует торговым маршрутом но как турции например со своим джейханом или с заливами с проливами босфорда данииллы конечно тут ослабляется ее политическое влияние в восточном средиземноморье вообще в южной европе то есть разбивается как бы некая монополия разумеется экономика здесь будет влиять на политику и последний вопрос михаил естественно в израиле очень внимательно относятся к этой истории истории если бы не коронавирус наверное больше было бы восторгов но так как люди очень сильно устали от внутренних проблем то даже внешние победы внешнеполитические их не очень сильно радует и привлекает но тем не менее все понимают значительность этого события но это в израиле а вот что называется если смотреть на всю эту историю со стороны на ваш взгляд это некий такой локальный небольшой успех в рамках общемировых проблем или же достаточно серьезный сегмент вообще общего нефтево газового рынка во всяком случае на ближнем востоке я думаю что это надо на это надо смотреть шире не как какое-то рядовое событие ну хорошо когда были восстановлены на более или менее нормальные отношения между израилем и уже несколькими арабскими государствами которые прежде особой дружбы не испытывали по отношению к израилю но это было но политика но каких-то плодов реальных от этой от политического успеха не видно было а здесь ну конкретный коммерческий успех израиль может получать но фактически укрепляет свою энергетическую безопасность получает дешевые надежный дополнительный источник нефти и надежные торговые отношения поскольку нефтью тут может не ограничиться мы видим что участники этой сделки они готовы превратить израильскую территорию в некий мост не только в одну сторону из со стороны ближнего востока в восточные средиземноморья и в южную европу но я обратно то есть для транспортировки каких-то грузов а может быть даже нефтепродуктов поскольку мы видим что этот маршрут эйла ташкелон он может работать в две стороны миллион двести тысяч баррелей в сутки он может прокачивать на север и 400 тысяч баррелей в сутки он может прокачивать на юг скажем нефтепродукты какие-то поставщики могут поставлять в индию например или в какие-то африканские государства то есть это шаг к нормальным торговым отношениям взаимовыгодному бизнесу и это реальные плоды то в нормализации отношений то есть без этого это было бы была бы пустая декларация михаил большое спасибо что нашли для нас время и за ваш комментарий всего вам доброго всего доброго на этом все напомню что с нами на связи из москвы был востоковед михаил крутихин до свидания